приветствую на своем канале сегодня будем ловить крышу поскольку вот этот стропильное бревно от я хвощу на 30 сантиметров здесь вот образовалась такая почти метровый щель план действиями как бы никакого нет вот у вас инструмента купил сверло по дереву то есть хочу сейчас засверлиться пропустить прут армодуры десятки и уже стяжкой подтягивать бревно вовнутрь тем самым лови крышу то есть надо вот этот бревно подтянуть здесь видим стропила сикость-накость стали крест-накрест то есть надо их выронить горизонт заседую сейчас и уже стяжкой буду пробовать подтягивать такой тут решето по хорошему тут надо все переделывать поскольку по моей информации этому двору уже лет 30 так осистирует мне будет все тут же кратон покупал его по одной причине что у него 30 ньютон-метров внутри центра метров и до 3 километра 3 килограмма на метр не знаю и здесь или нет такая как бы не проверил до сих пор хотел как бы еще год назад закрутить какой-то болт динамометрическим ключом уже по большего поверхности какой усилием будет создавать 40 сантиметров десятка фикс максимальные обороты 500 на первой передачи по моему 450 350 и 1350 заодно проверим потянет ли такое сверло этот шуруповерт подтягивать я буду такой перекупской стяжкой то есть такой приблудой вытягивает битые автомобили усилие больше пяти тонн на цепях на болтах осталось мне вот этот конец наверно пущу через буксировочный трос или же за загну арматуру крючком пропущу вот эту часть наверно за ментальному бревну за каплю с помощью скобы кстати очень здесь так и умные все голые летом на улице никого не видать сейчас подавно вот этот скобочкой вот это вроде потолще будет наверно все таки вот этот черек ну то есть вот из-за этого бревна вот этот крыша по центру так вот горбом стало сейчас он все это подтянуть не знаю что получится как бы не люблю заниматься тем чего не знаешь да еще и забыл вот так вот крыша уезжает еще раз повторюсь хорошо что не до конца и не у меня ближе к низу надо засверлиться застопорить как-то один конец стяжки уже где-то здесь цеплять второй конец стягивать не помешает нашел здесь такой антиквариатные наверно мыши ловко просто болеть весит килограмм наверно 8 тут точно чуть меньше пружина сверху стоит на какой-нибудь аукцион выставить барин у меня где-то сантиметров 15 просверлил его буквально за минуту вообще без напряжения гряга чтобы шарповер даже не насколько не сбыл обороты разверлил на первой передаче здесь вот видим все уже отъехала то есть придется мне на пол метра вверх выдвигать бревно сейчас посмотрим что получится на улице сегодня градусов 12 ночью всю ночь был снег сейчас начал моросить и дождь такая-то печаль и тоска так вот такое петлю сделал для начала то есть за это будут цеплять и это будет внутри бревна еще вот так вот загнул вот этот хвост чтоб ничего не разгибался для начала если не пойдет то будет придется что-то другое то что все получится так уж там большое усилие чтобы загнул десятую арматуру сосед мне тут хочет бензопилу в ремонт сдать чё-то заводится у него глохнет как сосед двоюродный брат жены то есть нельзя блять ничем заниматься в деревне блять сразу начинаете напрягать каким-то пилами блять левыми делами сейчас посмотрим что меня там притащит на мой взгляд там пизда поршневой хотя не знаю сейчас посмотрим если цепь тупая то скорее всего пиздарьки там всему много 350 и партнерами 350 и партнерами 351 и кст и такой не было шуфлайки вот цепь пизда нахуй вот этот зуб левые усердаться не хочет то есть тут зубьем пизда блять мне просто блять полукруглые сейчас вспышку включу что-то не хочет вкусироваться так 351 патриот вот xt chrome маркин чина 2010 год блять холоскварно шведан на мой взгляд тут пизда блять поршневой нахуй поскольку не знаю опять что-то не хочет его то есть все зубья они просто нахуй загнуты на миллиметр вниз такой человек просто не только со 100 метров не дружит но еще наверное с головой то есть вот этот зуб надо на 2 миллиметра стачивать сейчас попробую снять вверх у нее крышку посмотреть что там в сущном колодце хотя можно глушок отвязать в принципе я как бы ключи взял мне уже предупреждали что мне принесут эту хуйню только не знал что мне именно принесут отказался партнер то есть по заверениям владельцам когда убираешь заслонку пыл оглохнет наверно подсос воздуха идет по соленькам я так предполагаю хотя могу ошибаться поскольку ее надо разбирать смотреть в каком там что состоянии но давайте скажем 50 процентов что из-за цепи настал пиздец поршневой у данного приятеля как бы мопед стоял на улице два года в этом году он не завелся так винты я отвернул саморезы я даже не знаю если там воздушный фильтр как не станет есть не сказать что здесь говна много фильтр такой еще ничтоже чемпионовский стоит так свеча хускварина не знаю лазили сюда дыме нет сейчас выкрутим посмотрим что там с поршневой так свеча вообще не закручена ни хера вот такая вообще нулевая то ли там внутри идет подсос воздуха что бедная смесь или же свечу меняли кстати вот такая свеча на чемпионе стоит на бензокосье то есть она у него и резьба маленько ниже и сам изолятор чутка тоже сейчас очень просто нулевый я не знаю то ли с ремонта то ли чего не намек на нагар то ли пила после ремонта то ли тамбетная смесь и большинстве крутые кстати парик такой бывалый на 2 миллиметра все то ехало так свечу можно ставить я так думаю кстати следы на маховике говорят о том что скорее всего сжигание трет по маховику замыкаем на массу для начала решил с ней глушитель потом уже снимем крышку стартера то есть заслонки на заводится на работает с перебоями то ли масло говно или топлива слишком долго находилась в мото кассе которые слили скорее всего я не думаю что замешивали конкретно для бензопилы хотел посмотреть здесь поршневая походу нулевая пила после ремонта я так думаю поскольку здесь все новое сейчас посмотрим что зажиганием зажигание выставил начал заводить шайбочку подложу если подлезет шайбочку загнал тут щетка сдали блять пили просраться не знаю ремонтировали и нет подозрительный шупила все блять ушатаны все в говне поршневая нулевая кстати такая же клеймо аж было на 30 чаще миром партнеры которые упал карбюратор здесь тоже будет китайский блять стоит такая шашлайка мать садят по этой самой причине из-за этих порушин которые как марионетка делают белого расхлебанная продал 351 партнера я кажется здесь ускорительного насоса пизда конечно всем есть и не блять не пила нах как я рад что я избавился от таких партнеров которые были в моей коллекции так ладно я с ним все равно все ничего не сделаю продолжаем заниматься с крышей так вот этот приблуду я породел не знают это конец загибать сюда или нет если я загнутую уже потом из бревна и она не вытащу придется ее пилить так сейчас будем подвязываться так поддомкратил видеть чтобы бревно отошло от этого продольного бревна растяжка на месте если что было все-таки тонкую скобу брать поскольку толстая звено цепи не пролазит то есть сейчас поддомкратил чтобы мне не рвало бревно буду подтягивать то есть здесь вот бревно все расщепенилось но и чтобы его туда не прижимала решил еще поддомкратить на всякий случай не знаю что получится так примерно на 12 сантиметров бревну отъехал от этого сейчас буду подвязываться тросом для подстраховки так маленький тут подтянулся а здесь уже разгибается все еще примерно сантиметров 30 надо вверх выдвинуть здесь скобу уже переставил зафиксировал трос на всякий случай то есть сохранился так поправил тут петлю маленько поставил распорку чтобы ничего нету не отъехала продолжаем так тем временем примерно 35 сантиметров я уже подтянул остался еще примерно 25 конечно лицо твое место куда это здесь вот слишком крутой угол баринал здесь начинает вырывать главным шублей этот низ бремня не выдрала здесь опять уже разгибать начало нагрузка такая не слабо идет надо было арматуру 12 убрать но поскольку меня ее нет поэтому сверло я брал 10 так ламп продолжаем честно вот этот опять вместе сдвинуть и потом уже скобу опять передвигать так с улицу же на пол метра я отъехал то есть бревно где-то вы здесь вот кончался где-то 55 сантиметров уже подтянул прошло у меня часа два конечно не думаешь что столько времени все это займет так сейчас надо поднимать барину кверху поскольку оно должно быть здесь то есть вот этот кончик он должен быть здесь то есть надо будет поддомкратить как ты зафиксировать новый взгляд уже будет неплохо уже горб заметно стал меньше и счет по прямой делу сантиметров 20 как раз вот этот бревно поднять на 20 сантиметров 20-25 на высоту и уже все будет на своих местах конечно не точно пока результатом я доволен но где у меня заколотая арматура я думаю сейчас еще маленькая мне просто все выделить с корнем домкратится как-то по-другому все это делать так маленький тут переиграл то есть положил доску на эти лаги которые служат потолком прибил дощечку и уже домкратом уперся в стык поднимая саму крышу трещит все тут вообще опасно уже практически вот эти лаги стоят в горизонте то есть еще здесь щелку с два пальца и можно заканчивать так наверное под конек поставлю одну из этих досок потому что хотел я сначала как бы здесь вот поставить у косина думаю все это хуйня полная блять поскольку здесь вот эти вот барион и отсюда хер вынешь так 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 то уже практически все четко то есть барина снизу должно быть вот на этом уровне то будет крышу же на своем месте думаю еще не полчаса час конечно одному делал сирога помогать мне некому теком лет кривовато то есть надо нашивать длинных у меня нет же здесь брусков точнее это 100 на 50 надо еще маленько подтянуть вверх сантиметров на 10 потом ставить середину наверное где-то вот в этом месте еще один ставить брус то есть вот эти брюна будет опиливать или просто кусок доски 200 на 50 ставить на два бревна и на ней уже в распор ставить какой-то брусок например вот этот кусок то есть чтобы здесь все четко было и под середину на мой взгляд надо обязательно подставить здесь просто решето так с улицы все видеть выглядит вот так поднять на усаду бревна ставить ближе к краю брусок ну и по центру возможно будет вот такой брусок притащить поскольку мне их до хера осталось возможно можно и вот это приспособить это 100 на 100 сразу бензопилой по месту выпилить все будет четко это будет маловат быть новый сейчас перенести кстати здесь уже все четко на мой взгляд здесь уже появляется горб то есть уже много вытянул самый плохой что внутри уже практически ничего не вижу удлинитель у меня нет хотя есть переноска тоже на туда свет провести ничего не доделаю время уже 5 часов сейчас уже ничего не будет видно как всего костерамская пила выручает здесь вот такой конус сделал сейчас туда буду готовить по центру длина тут наверно 3200 3400 уже не помню какая высота то есть надо будет сейчас середину сгребать там для начала поддомкратить и уже подсовывать вот как-то так то есть здесь одно брюно выпивала сделал выску с углом я там угадал практически на мой взгляд неплохо так сейчас мне надо будет закрепить доску к этим брюно соточкой приколочу пара гвоздов и будем уже спускать домкрат здесь тоже барусочек какой-нибудь в горячую все будет четко на мой взгляд уже более менее похоже на что-то и время на улице темно как у него в жопе время половина шестого еще хотелось бы подтянуть сам дровник к стене не знаю успею ли нет такую палочку подставил здесь как раз бревно торчит на расстоянии когда она сгнила то есть здесь все прогнило поднял я на тот уровень где она была плюс-минус 5 сантиметров так сейчас спускаем домкрат стоит как и должно быть не знаю держишь тут этот херня и нет тут все закрепил так временка чтобы за зиму не сложилось поскольку здесь труха сейчас еще пару гвоздей воткнул что он не шевелился здесь принципе распор все стоит здесь тоже на всякий случай надо зафиксировать такое время 7 час минут 15 начала тут стягивать сам дровник остался и тут 40 сантиметров примерно ну пол метра кстати идет как по смазанным поскольку здесь вытянуть всего ничего можно даже без монтажки то сейчас доделаю все будет четко так еще какое-то время спустя тут подтянул из той арматуры который тянул бревно сделал такую скобу то есть а засверлился заколотил конечно арматур таких целей не подходит надо что-то гладкое здесь вот один нюанс остался то есть сейчас надо вот это расшить доску в коричься бросок привязаться здесь вы на этом как говорится мои полномочия все кстати на улице туман хера не видать вообще по расставлять как и ёжик в тумане вот маленько подшаманил надеюсь удовесной хватит там что-нибудь придумаем барсочек тут запустил совсем другое дело здесь побольше подтянул на 5 сантиметров доску оторвал что все четко было на этом видео можно закончить следующее видео выйдет наверное по 351 партнера x-t хром хотя если честно никакой никакого желания заниматься им нет людям тут приспичило заготавливать дрова поскольку октябрь месяца заканчивается все лет они тоже кайфовали надо менять ремень грм на машине чтобы опять 22 декабря за 30 километров от города он меня не рванул правда не менял его на тот момент 380 тысяч мой помпа на 390 тоже сдохла пила это после ремонта как мне сказали то есть скорее всего по причине тупой цепи за гандошили поршневую ну по какой причине моросит карбюратор надо выяснять то есть ближайшее время наверное займусь пилой наверно все таки в городе не знаю наверно разбирать я не буду по крайней мере снимать движок никакого желания нет на мой взгляд что-то с карбюратором не знаю смогу его починить или нет хотя людям припевал так что уже готовы оплатить замену вместе запчастями очень хорошо что я таких пил избавился хотел 350 ими нравился больше чем 351 за счет вот этих расхолебных пружин пилана как марионетка газ просто как в пол давишь осыпление тоже здесь вот скрутка на мой взгляд ее надо пускать где-то здесь никак не здесь хотя не знаю но это точно не завод видим что здесь уже лазили такой инвалид скоро будет на ремонте но на этом я увидел заканчиваем всем пока